Они сразу уходят и отсеиваются, потому что они видят, что за бред, и просто отваливаются. А те, кто настолько зашуренные, зашуганные, что сидят, слушают это как, это же как божья роса, помнишь? Да. Вот это то же самое. Тут та же поговорка, собственно. И они остаются, а потом они начинают на них давить, добавляют их в эти чаты успешных людей, да, где там сидит по тысяче человек, и все они зарабатывают, типа, взяты, типа, а я миллион заработаю, он такой, а я тупал, он такой, на самом деле я три, а чисто, а моржой, этот, короче. Я не знаю, конкретно Шернатаны, да, вот они, они такие. Ну смотри, я просто говорю, да, Шернатаны, это типа, да, они, они есть и они, ну так себе, так себе ребята, типа, ну, то есть типа, я бы таким, 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 я бы таким не был, имеется в виду, а этот... Это и есть симпатичные. Вот, а, но все равно, мне кажется, что при покупке все равно больше виноват тот, кто покупает, вот такое вот. Тот человек, который, человек, который, человек, который не умеет анализировать и не отсеивать ту информацию, которая ему не нужна. Так он, может быть, бы научился бы это делать сам на практике, если бы он туда бы не пошел, понимаешь, вот что, самое обидное. Ну, да, ну так в том-то и дело, но так человек, как бы, я считаю, ну, в любом случае какое-то обучение, это как бы не дешевое удовольствие априори, в принципе. Типа, и прежде чем ты платишь деньги за какую-то, за какую-то вещь, типа, ты, вначале, ну, типа, подумай, посиди, посмотри, проанализируй вообще просто. Не только там прочитай отзывы на сайте у этого чувака, который, типа, блин, я стал миллионером, спасибо тебе, братан, типа, ну, так все напишут себе. Так ты понимаешь, что эти отзывы будут реальны, знаешь, почему? Потому что они, когда у человека пониженное восприятие, да, они же видят такого, ну, вот, объективно говоря, они на него выходят, и они начинают мотивировать мотивацию, мотивировать успех. Вот, и наш замечательный, внушаемый молодой человек становится еще более внушаемым и менее критичным, потому что он, он же зарядился мотивацией, правильно, он может уже начать. Он уже инвестирует, так сказать, в сахар, в соль. Ну, и кто виноват? Вот кто виноват больше все равно? Виноват тот, кто потребитель. Ну, мне ответил, на вопрос про Икеу и Айфон. Смотри, во-первых, очень неудачный пример, потому что, во-первых... Это мошенничество? Нет, это мошенничество в чистом виде, да, потому что... А продавать в воду это не мошенничество? Смотри, нет. Айфон, неподходящий пример, почему? Потому что, да, это объект, и это, ну, это типа вещь. И прежде чем покупать, допустим, я бы, если бы, если бы он приходит по почте, допустим, я бы сказал наложенный платеж обязательно, там, то-то-то-то-то-то, то есть я все проверю. Я полностью себя обезопасен. А, все равно кеку. Ну, если там кеку кто-то, да, я как бы не забираю просто товар и не плачу за него. Ну, а ты уже открыла там кеку и лежит на тебя, смотрит. А ты на него. Ну, вот я к чему веду, типа, чувак. Это кейндо кекуха в коробке из-под айфона. Это первый дань сейчас? Да. Потому что... Объясни, почему. Потому что тебе обещают одно, в итоге дают другое. Точно так же, как и с айфоном и с кекухом. То, что ты не проверяешь... Ну, опять же, понимаешь, типа, объективно относиться, если ты какой-то начинающий в бизнесе, и увидел трансформатор, и ты, типа, зарядился, и он же там действительно говорит, вроде как стоящая вещь, типа, масштабизируйся, инвестируй, тратить только то, что там, что нужно, все остальное откладывай, инвестируй, живи, как по Роберту Киосаки, тоже еще один, кстати, инфоцилю, замечательнейший, с миллионом книг этот... Роберту Киосаки классная книжка, классная книжка. Да, да. И он, и он, как бы, деньги заработал. То есть он не... что? Полетает. А, это не то. Это ЗУ. Все правильно, ты говоришь, но... Киосаки-то заработал деньги, он не... Как бы... Неправильный способ. Да, причем, что у него... Все просто, у него, как раз, книжка, вот, если ты почитаешь, то у него, ну, очень просто все написано. То есть даже человек, который ни хрена не понимает, он поймет. Вот, типа, в этом вся фишка. Другие книжки, вот, типа, именно про богатого папу песня, ой, песня книжка, она, типа, этот... Она написана очень простым языком, типа, все остальные книжки, да, у него такие более сложные. Проблема все в том, что Киосаки не очень далек от Тони Робинса, потому что Тони Робинса тоже есть книжки, и не поверишь, что написано ничуть не что-то иное, чем у Киосаки, а Киосаки тоже стыбрил идею. Ну, смотри, просто... У Киосаки написаны прописные истины. Нет, у него написаны прописные истины, но они написаны... Ну, во-первых, книжка общедоступная, и этот... Ну, считай, короче, она бесплатная. Суть в том, этот... И он пишет, ну, типа, у него стиль прикольный. То есть это у него стиль. Может, это переводчик, который переводил книжку с английского языка. Ну, суть, типа, просто... Ты понимаешь, что книга, это, типа, только начало было, да? Книга дала ему возможность, как и на тот момент, в 80-е, 90-е, да? Ильфо-цыгане уже были на тот момент, просто они были представлены в виде, там, типа, тренеров, компаний и так далее. Ну, то есть всякие, да, и тренинговые компании, которые позагибались. Ну, да, он сам зарабатывает на выступлениях, чисто, и на игр. Знаешь, сколько людей обанкротилось из-за Киосаки? Прилучно. Потому что он просто говорил, инвестировать идти, типа, туда. Люди туда инвестировали миллион долларов, и потом миллиона долларов нет. Он обычный, по-своему, который тоже, кроме прописанной истины, давать и мотивировать мотивацией. Ну, так никто тебя не научит, типа, если так и говорить. Правильно, ну, типа, так ты сразу об этом и говорите. Появляйте об этом? Ну, нормальные люди так и говорят, что они нормальные чуваки, которые тренеры, они обычно так и говорят, что, типа, я вам могу рассказать, как это делал я, но не факт, что это сработает у вас. Он сразу же так говорит. А я тебе говорю про Киосаки, Робинс.